Всем привет! Пора продолжить собирать мозаику различного безумия, что творится вокруг нас, и сегодня мы прикоснёмся к тайнам великих пирамид. Не тех, что правда в Египте, но тоже великих. Когда едешь по Новорижскому шоссе недалеко от дороги, можно заметить большую пирамиду. Вернее, можно было, теперь её уже нет, а на её месте стоит пирамида поменьше, но об этом потом. Что за чушь? Пирамида в Подмосковье? Зачем она вообще и кто её создал? Её там поставили анунаки с Нибиру или масоны? Подъехав к ней, можно увидеть, что в ней есть вход. Если зайти внутрь, окажется, что там внутри продают недешёвые сувениры, мистического толка. И, судя по действительно хорошим машинам вокруг, сувениры эти далеко на витрине не залёживаются. Неужто это просто такой экзотический павильон для продажи странных предметов? В таком случае он неплохо справляется со своей задачей. Это действительно местная достопримечательность, и сувениры там действительно продаются. И на первый взгляд всё очень даже благополучно. Но мы докопаемся до правды. Если посмотреть на карту, можно увидеть, что называется это чудо света, ну или московского глобуса пирамида голода. Голод это, кстати, фамилия Александра Голода. И личность это достаточно любопытная. Он начал возводить свои постройки уже достаточно давно. Пирамиды голода появились ещё в 90-м году в Раменском. И это небольшой город в Подмосковье. Тогда пирамида простояла не очень долго. Её снёс завод, производящий корейскую лапшу быстрого приготовления. Но автор не сдался. И построил ещё несколько таких. Например, на одном из нефтяных месторождений. После чего, по заверениям голода, нефть стала менее вязкой. И её стало проще добывать. Затем такая постройка появилась на берегу озера Селигер. Где, как говорят, улучшила экологию. А потом в Астрахани, около газоперерабатывающего завода. Утверждается, что там она сделала воздух чище. Такая вот борьба за экологию. Последняя имела высоту 22 метра. Но 22 метра это как-то мало. Так что венцом его творчества стала огромная. Высотой 44 метра пирамида на Новорижском шоссе. К сожалению, сейчас на неё посмотреть не получится. Потому что в 2017 году её снесло ураганом. И вместо старого сооружения была построена пирамида поменьше. Как говорят, обломками разрушенной ветром 44-метровой махины был задавлен страус. Сблизлежащий страусиной фермы. Однако развести тут трагедии не выйдет, потому что птица выжила. Но главный вопрос, зачем это всё? По словам Голода, пирамида, построенная по принципу золотого сечения, должна особым образом изменять структуру реальности, делая мир более гармоничным. Также пирамида должна останавливать войны, землетрясения и эпидемии. Ну а ещё снижать преступность, убирать озоновые дыры, восстанавливать экологию и уничтожать бездуховность. В общем, по классике пирамида делает всё хорошее и убирает всё плохое. Кстати, из лечения от всех болезней создатель пирамид тоже обещает. И к этому у меня уже есть вопросы. Потому что если человек вместо лечения будет просто сидеть в пирамиде, вряд ли это закончится чем-то хорошим. И конечно же вы можете задаться вопросом, кто вообще поверит в то, что если построить особую пирамидку, сразу решатся все проблемы и уйдут все болезни. И на самом деле много кто. Потому что за вполне себе немалые деньги, сам мэтр пирамидостроения может построить чудодейственную пирамиду где угодно, хоть и у вас на даче. И судя по всему, желающих расстаться с огромной суммой денег ради чудодейственного сооружения огромно. Бизнес процветает. Так что как минимум одно чудодейственное свойство у пирамиды бесспорно есть. Это делать Александра голода богатым. Ну да ладно, в конце концов, это же частные деньги, а не бюджетные. А кто я такой, чтобы лезть в частные дела? А нет, на сайте утверждается, что пирамида также была возведена на территории одной из колоний для влияния на процесс исправления заключенных. И это уже вряд ли было сделано на частные деньги. Поначалу я думал, что чудодейственные свойства пирамид это какая-то летающая в воздухе идея. Так сказать, народный миф. Но оказалось, что это не так. Помогло мне распутать этот глубок утверждение нашего пирамидостроителя о том, что внутри пирамида сами по себе затачиваются лезвия, мумифицируются трупы, а вода приобретает особую структуру, которая действует на человека благотворно. Где-то я такое уже слышал. И по этим ключевым словам я нашел еще кое-какую историю, в которой присутствуют все эти элементы. Еще в 1930 году французский продавец скобяных изделий, Энтони Бовес, написал книгу, где рассказывал, что если положить в пирамиду еду, она никогда не испортится. Через 30 лет его книгу прочел один гражданин республики Чехословакия и зарегистрировал патент, в котором утверждал, что если хранить лезвия в пирамидах, они будут всегда острыми. И да, он смог получить на это реальный патент. В 1975 году где-то в Америке Клод Новелл, отучившийся в колледже на строительной науке, прочел книгу того француза, ознакомился с патентом, и в его голове появилась светлая идея. Нет, не просто строить пирамиды за деньги, он придумал целую религию под это дело и назвал ее суммом. Клод утверждал, что встретил неких высших существ, которые передали ему свое знание о мире. Такая история для Америки, в принципе, не в новинку. Учение мормонов начиналось примерно таким же образом, так что Клод начал не на совсем пустом месте, да и жил он, в общем-то, в штате Юта, в том самом, где мормоны составляют больше половины всего населения. Так что история о встрече с лучезарными ангелами зашла народу на ура. Полученное от них знание, ожидаемо оказалось ядерной смесью различных популярных религиозных и философских систем, кроме очевидного сходства с мормонским учением. Там была и герметическая философия, и гностическое христианство, да и просто куча разных медитаций. С медитациями вышло, кстати, особенно интересно, потому что для их правильного исполнения нужно было пить вино. И не простое вино, а обязательно такое, которое хранилось в особой пирамиде. Так что да, не каждый алкоголик может считать себя последователем суммом. Клод пишет, что после того, как высшие существа научили его своей медитации, он сразу погрузился в неё и увидел огромную пирамиду, в которой ему открылась правда о мире. И, похоже, этой правдой была цитата «Истина в вине», потому что Клод создал в итоге свою винодельню, финальной стадии которой было длительное хранение вина в пирамидах. Хотя непонятно, как именно он погрузился в эту медитацию без вина из пирамид. Наверное, вино не только из пирамид всё-таки подходит. Но пирамида, как выяснилось, не любая подойдёт, а только такая, которую Клод построил у себя на участке, по тайным чертежам высших существ. В этом сооружении, по мысли создателя, вино должно приобрести особую структуру. По заверениям автора, в нём появляются магические кристаллы, и оно напитывается особыми энергиями и, возможно, даже силой Земли. Поначалу предприимчивый Клод пытался уйти от налогов тем путём, что заявил производство вина таким вот образом в качестве религиозной практики. Ну, то есть, это не какая-то там коммерция бездуховная, а всё-таки обращение к высшим силам, как-никак. Но как-то это не сработало. Сейчас это вино продаётся под торговой маркой Нектар Богов. И судя по тому, что у них написано на сайте, это настоящее волшебное зелье. Оно дарует высшую духовность, повышает потенцию, даёт мистические откровения и вообще чё только не делает. По всей видимости, продажа волшебного алкоголя не принесла достаточно прибыли, и Клод решил несколько расширить бизнес. В 2005 году он начал сооружение довольно крупной конструкции. И после завершения строительства оказалось, что это мавзолей для мумий. А новой услугой оказалось превращение в такую вот забинтованную штуку. Но только после смерти. Да, кроме вина, это милое предприятие производит также и мумий. А к ним обещают замечательные приключения на том свете. Так что крайне неоднородной конструкции верований Сумума добавились также древнеегипетские представления. Дело тут в том, что древнеегипетская вера предусматривала вообще довольно детальное описание загробного мира. И здесь обещают прямо-таки экскурсию по нему. Впрочем, кроме религии фараонов, тут есть отсылки на тибетскую книгу мертвых, что добавляет некоторых ноток буддизма и, видимо, расширяет шоу-программу. По какой-то причине религия Сумум не набрала большой популярности. Даже странно, что пошло не так, вроде бы напихали всех самых крутых вещей отовсюду, а людям не понравилось. А вот идея делать вино в пирамидах понравилась многим. Так, вместе под названием Саммерхилл с 91-го года стоит копия пирамиды Хеопса и служит она для хранения вина. Владельцы винодельни утверждают, что только их, построенная по всем египетским канонам пирамида, напитывает напиток эссенцией души мира, что бы это ни значило. Но в целом, там просто пересказ того, что мы уже видели, не портящаяся чудом еда, самозатачивающиеся лезвия и структурированное вино. Это уже похоже на то, что мы видели у голода, хотя про еду у голода вроде бы ничего не было, что логично. Но его пирамиды также обещают особое структурирование жидкостей, только воды, а не вина. Тут же говорится о магических кристаллах, их продают в качестве местных сувениров, под видом некой матрицей пирамиды. Также на сайте пирамид голода есть утверждение, что внутри пирамиды мумификация происходит сама по себе. Но вот вместо дикой мешанины самых разных религиозных учений, Александр Голод предлагает несколько иное. Само название фирмы, производящей пирамиды, как бы намекает. Компания называется АБО «Ноосфера». Так что мы тут снова возвращаемся к идеям профессора Вернацкого и группы осознания. Да, все снова вернулось к тому, вокруг чего вертятся все конспирологические теории на просторах СНГ. К «Ноосфере». Вообще, знаете, если на Западе это все сходится к религии, к библейским мотивам, к Богу, то нашему читателю явно ближе другие вещи. Техномагия. «Ноосфера» та самая область, где все человеческие мысли и идеи находят свое отражение. Такое место, где существует все, о чем вы только успели подумать. Даже вайфу Моника. И как же Александр Голод обосновывает действия своих пирамид? Он говорит, что они изменяют структуру окружающего пространства, его геометрию, изменяют диапазон гармонии, образуются информационные матрицы, а особый интерес представляет фазовое превращение, в результате которого вещество приобретает высокую биологическую... Верить в мистические силы пирамид я, конечно же, не советую. Но вообще огромные сооружения, напоминающие древнеегипетские гробницы, это, если подумать, отличные достопримечательности, способные украсить любую местность. Так что, в целом, то явление интересное. Такого бы хотелось встречать побольше. Всем пока!